Итак, всем привет! Несмотря на то, что название моего канала значится как Денис95ИКБ, формально мы все понимаем, что мой канал это канал об электронике. Я рассказываю о интернет-магазинах, в частности о Computer Universe, и иногда делаю разные обзоры. Так уж сложилось, что некоторое время назад я побывал в славной Японии. Посетил я ее с рабочим визитом не как турист, но несмотря на это для вас все-таки привез определенную информацию, что может быть полезно. Предлагаю воспринимать информацию вкупе с тем, что в 2020 году у нас с вами будет ограничение в 200 условных единиц на ввоз товара из-за рубежа. Соответственно, некоторые уже сейчас задумываются о том, чтобы поехать, например, в Германию, Америку и ту же самую Японию, купить товар там и привезти сюда. Насколько можно много денег сэкономить, если этот вариант реализовать, а не просто о нем говорить? Я постараюсь ответить на этот очень важный вопрос. К сожалению, те футажи и то видео, которое я для вас снимал с GoPro, у меня благополучно стерлись, как это и подчас бывает, но несмотря на это у меня сохранились туристические записи, поэтому, друзья, я буду говорить о телефонах и видеокартах, вы будете смотреть на виды ночного Токио. Итак, приступим. Фактически вам нужно знать всего два момента. Первое. Я все-таки гулял по оффлайну. Я гулял по магазинам, где стоимость обычно выше, чем в онлайне. И второе. Я был сильно ограничен по времени. Поэтому, друзья, когда планируете поездку, например, в ту же самую Японию, пожалуйста, закладывайте время хотя бы три недели. Одной недели совершенно недостаточно. Я в одном единственном торговом центре провел полтора часа. Что уж говорить о магазинах электроники. И что уж говорить о тех случаях, когда вы едете, чтобы заработать. Либо привезти что-нибудь по, ну, действительно, достаточно низкой цене. Итак, что в Японии стоит так же, как и у нас, возможно, и дороже. Практически все. Телефонные бренда Samsung, марки Apple, Nokia, Huawei, как бы там я неправильно его не называл, они стоят столько же, сколько и у нас. Кстати говоря, вот на фотографиях будут светиться кадры ценниками. Так вот, имейте в виду, что цены указаны в йенах, а курс на данный момент 0,6. То есть, чтобы получить цену в рублях, умножаем число на ценники на 0,6 и получим, что мы имеем в рублях. Для сравнения, iPhone X я видел на 64 гигабайта, которые стоят у них порядка 55 тысяч рублей. И у нас он стоит порядка 55-57 тысяч рублей. Стоимость та же самая, смысл вывозить его оттуда абсолютно никакого. Категория телевизоры выгодна, и тут действует правило, что чем дороже модель, тем выгоднее ее привозить. Но нужно понимать, что для того, чтобы вывести большую диагональ, да даже небольшую диагональ, необходимо ее провозить официально, то есть придется платить налог, если, соответственно, цена будет очень высокой. А если вы действительно хотите заниматься своеобразным бизнесом, то есть еще и заработать на этом, вам нужно купить как минимум несколько таких единиц. А это уже будет коммерческая партия, и, соответственно, будут совершенно другие наценки, которые нивелируют вашу выгоду и прибыль. Аксессуары, флешкарты, ну и прочая дребедень. Здесь все дешево. Гораздо дешевле, чем мы можем увидеть в оффлайновых магазинах России. Я сравниваю Москву и Екатеринбург. Омск, Тюмень, тут все дороже в России, имею в виду, а в Японии все дешевле. На то есть ряд причин, но даже когда вы видите стоимость на ценнике, нужно не забывать, что есть местный налог, который, как ни крути, а вам придется заплатить. А чтобы вернуть этот налог, сумма покупки должна быть минимум 5400 йен. Да, это немного, порядка 2500 рублей, особенно если мы говорим об электронике. Но когда мы покупаем продукты, иногда приходится действительно добирать, чтобы не переплатить и хоть как-то сэкономить. Думается мне, что некоторые из вас сделали вывод, что абсолютно нет никакого смысла ехать за рубеж, покупать там товары, привозить сюда, потому что либо нас там нагреют на деньги, и мы купим достаточно дорого товары, которые можно купить здесь дешевле, либо наши с вами соотечественники на таможне нагнут и сделают все еще и еще менее выгодно. Отчасти это так и не так одновременно. Я объясню почему. Во-первых, в категории телефона у нас есть не только Samsung, Apple и прочие Huawei. У нас есть и бренды сугубо для местного потребителя. Это тот же самый Aquas. Если мы говорим о ноутбуках, это Neck, Panasonic и Sony Vio, которые давным-давно ушли с рынка России. Стоимость на них вменяемая, но мне просто не с чем сравнить. Если мы берем характеристики, то можно найти аналоги у нас сами в России с теми же самыми Core i7, с теми же самыми встроенными 1060 за плюс-минус те же самые 100 тысяч рублей. Но купить продукт, который обладает хоть какой-то репутацией, продукт, который себя зарекомендовал некоторое время назад, и сейчас я говорю, конечно же, о Sony с их линейкой Vio, это достаточно нишевая хрень. По сути, покупая ноут там и продавая его здесь, вы будете монополистом, потому что, пользуясь моделью, например, 2 года, потом можете выставить его за те же самые деньги, что и купили. Ведь конкурентов на том же самом Авито или Юле просто не будет. По ноутбукам правила действуют аналогично с телевизорами. Чем дороже, тем лучше. И я был в не самом большом торговом центре, назывался он PayPay, дальше что-то по-японски не стал я переводить. Он был 6- или 7-этажный, посетил я 4 этажа. И что меня удивило, в этом торговом центре можно найти практически все, начиная от квадрокоптеров, заканчивая даже фотокамерой Leica, которая просто стояла на прилавке и стоила 800 тысяч йен. То есть камера, которая стоит там порядка 520 тысяч, 520 тысяч рублей, просто стоит на прилавке. Ее можно подойти, потрогать и в конце концов прикоснуться к прекрасному. Так вот о ноутах. Выгодные модели, это все модели от 200 тысяч рублей. У нас такие варианты стоят иногда в 2, а иногда и в 3 раза выше. То есть топовые модели Razer, топовые модели MSI, Asus. Как ни крути, за вменяемые деньги ни у нас, ни на Computer Universe не найти. Но, если сильно хочется, можно приехать в Японию и купить реально дешево. И кстати, раз уж заговорил о квадрокоптерах, то стоимость их мне совсем не понравилась. Я, кстати говоря, нашел GoPro Karma, записал, но футажа у меня не будет. Будем представлять в голове эту самую GoPro Karma. И стоила она у них, если не ошибаюсь, 73 тысячи рублей с камерой. То есть, дорого. Действительно дорого. Для сравнения, свою карму я брал за 29 тысяч рублей на Computer Universe, плюс камеру к ней за 2 тысячи рублей. Там вышло порядка 32 тысяч рублей. Но все-таки я брал по уценке. А в том самом торговом центре в Японии этих карм было просто завались. Ну, как минимум 6 штук я видел внизу на полке. Экшн-камеры дорогие. Если брать ту же самую GoPro 7 серии Black, то она стоит порядка 27 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами в России. PlayStation 4 Pro, кстати говоря, стоила примерно 21 тысячу рублей, что вполне вменяемо. И с той компанией, с которой я ездил в Японию, один из представителей взял даже себе одну. То есть, он ее купил и увез в Россию. Конечно же, очень много аксессуаров я тогда видел. Обратил на них внимание. И они там все стоили дешево. Аксессуары это какие-то гарнитуры, пауэрбанки. Все стоило действительно недорого. Но опять-таки, не дешевле цен Алиэкспресс, с которого каждый сейчас может купить, подождав буквально один месяц. Итак, выводы. Выводы вполне предсказуемы. Если вы собираетесь наладить бизнес с страной, называемой Япония, это реально. Но у вас должны быть большие средства, большие вложения в дело. И тогда вы сможете заработать. Если вы хотите туристам ездить и собирать понемногу, помаленьку, продавая на Авито, то, честно говоря, каких-то определенно профитных товаров я не могу назвать. То есть, товаров, за которыми стоит ехать, покупать и потом продавать, например, у нас в два раза дороже. Что и то будет дешевле, чем в магазине. Таких товаров нет. Если мы говорим о каком-то дорогостое, о той же самой Лейке, либо о ноутбуках за 300 тысяч рублей. Да, здесь есть выгода. И да, если вы купите ноут за 300 тысяч, у нас он будет стоить 700. Гипотетически вы сможете выставить его за 500, но найдете ли вы своего покупателя? Я могу спойлер сразу кинуть. Нет, вы его не найдете. Потому что где бы вы ни жили, даже в Москве, человек, у которого есть полмиллиона на ноутбук, он не будет покупать его на Авито. Он даже туда не зайдет. У него не будет стоять вопрос, где мне купить подешевле на Авито, либо в рознице. В интернете или у, там, я не знаю, допустим, в Японии, в Эльдорадо или в компьютер-юниверс. Ему абсолютно наплевать. Есть деньги, он потратил. Соответственно, с дорогостоем тоже очень большой вопрос по реализации. Если есть собственный магазин электроники, да, почему нет? Но для собственного магазина электроники ездить лишь за одним ноутбуком это невыгодно. Нужно привозить 5-10 штук, а там налог. И наши таможенники заворачивают тебя под белые рученьки. Либо плати пошлину, либо не вывози столько товаров. Также, если вы, ну, конечно же, вы поедете физлицом, обязательно взгляните на свой билет и посмотрите максимальный вес, который можно вывести. Потому что подчас бывает, что можно в багаже ввести порядка 23 килограмм, а вывести около 20 килограмм. Я очень часто наблюдал картину, когда товарищи из той же самой Японии, приезжая в Россию, или наоборот, въезжая в Японию, выкладывали разную еду и ништяки, которые они понапокупали. Да, никто телефона не выбрасывал, но тем не менее, осадок остается уж, поверьте. У меня очень часто отбирали напитки, когда я проходил пункты досмотра в аэропортах. В заключение, друзья, хочу сказать следующее. Работать с нашими партнерами за рубежом возможно. Находить какие-то выгодные товары реально. Но ехать сугубо для покупок и только для покупок не совсем целесообразно, потому что один билет на одного человека может в лучшем случае оправдать ту разницу, которую вы получите, покупая товар в Японии, нежели чем купили бы его здесь, в каком-то местном магазине. Да, в Японии действительно низкие цены на товары местного производства. Но несмотря на то, что Sony Vio хороший ноутбук, потенциальный покупатель на вторичке будет вбивать не Sony Vio ноутбук. Да и даже сейчас я не знаю, можно ли на Авито выставить Sony, потому что ноутбуки официально в Россию не завозятся, и их в принципе нигде нет. Он будет вводить Asus, MSI, и абсолютно случайно отнесся на вашу модель, подумая, что вы продаете какой-то хлам, который купили 10 лет назад, потому что, уверяю вас, Vio 2019 года выглядит так же, как Vio 2009 года. Никакой разницы в них вообще не было. То есть да, характеристики отличаются, но по факту ноутбуки абсолютно братья-близнецы. Поэтому делайте выводы, решайте сами, иметь или не иметь бизнес за рубежом. Ну а для меня этот опыт был очень полезен. Друзья, надеюсь, что вам ролик понравился. К сожалению, записать путешествие с камерой у меня не получилось. Но рассказать все доступным и понятным языком, надеюсь, что вышло. Если остались какие-то вопросы, а я надеюсь, что они у вас все-таки должны были появиться, то пишите их в комментарии, я обязательно на них отвечу. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи!